Четыре обстрела с начала суток. Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины. Сегодня били по украинским позициям в районе Песок, Майорска и Зайцево. Дважды армейцы открывали огонь в ответ. Подробнее о ситуации на передовой расскажет Руслан Смещук. Армейские позиции напротив оккупированной Горловки. До укрепления огневых точек боевиков отсюда очень близко. Иногда до 100 метров. Военные рассказывают, днем боевики ведут огонь, пытаясь спровоцировать армейцев на ответ, чтобы дискредитировать их в глазах местных жителей. Для этого, например, часто стреляют с кладбища. А вот поражающие удары наносят исключительно ночью, когда это не могут зафиксировать наблюдатели. Причем используют широчайший спектр оружия. Потемнело и сразу же начинают обстрелы. В основном начинается сразу стрелкотня, РПГ подходы, а потом может выехать БМП, с БМП отработать. И мины калибром 82. Сейчас напротив украинских военных стоят боевики из подразделения уничтоженного полевого командира Гиви. Это побудило солдат, шутки ради, изготовить такой вот полевой артефакт. Шутовские карты, где вместо шестерок вольтовый дам, лидеры и офицеры оккупантов. А это глава, да, Захарченко. Это я бы ему щитку дал. Впрочем, играть времени нет. В промежутках между обстрелами здесь предпочитают работы по укреплению обороны. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк.